Друзья, всем привет! Я Любомир Борода, и это очередной выпуск программы Сиджо Пиджо. Единственное, что сегодняшний выпуск будет необычным, это будет такой типа спецвыпуск. Я не записываю специально голос, поэтому голос будет так себе. Съемка будет тоже так себе, она будет с рук. Я не буду сидеть пить чай, я просто покажу вам, чем я занимаюсь в своем офисе, потому что... А, и почему я не выходил в эфир на прошлой неделе? Потому что грядут новогодние праздники, а у меня такая специфика работы, что многие покупают подарки именно в моей лавке. Не обязательно это чай, это куча каких-то пребамбасов. И я так построил, ну, свое любимое дело, что каждый декабрь я практически ночую в офисе, иногда даже ночую, выходные я провожу здесь. Потому что я люблю комплектовать, собирать какие-то прикольные подарочки, какие-то коробочки, для того, чтобы люди могли у меня их приобретать и дарить своим любимым. Вот. И, соответственно, времени на выпуск какой-то сесть, что-то рассказать про чай на данный момент у меня нет, потому что целыми днями я занимаюсь тем, что фотографирую, собираю подарочки, что-то упаковываю, отсылаю, продаю, закупаю и так далее. Голова идет кругом, но в то же время это такие приятные хлопоты, которые мне доставляют удовольствие. Вот. Собственно, сейчас вот эта вот голова моя пропадет из кадра, и я за кадром буду вам просто показывать немножечко и расскажу, вот чем я на данный момент занимаюсь. Вот примерно так выглядит мое рабочее пространство. Это фотозона. На данной фотозоне я вот сейчас укомплектовываю подарочки, примерные варианты, какие можно сделать, чтобы подарить. У этой коробочки есть крышка, вот, она просто вот там сейчас, и я попозже покажу. Вот. И, соответственно, я просто укладываю в эту коробочку различные варианты, фотографирую это все, а уже потом сяду и буду потихонечку каждую фотографию обрабатывать и прописывать комплектацию, что находится в коробке, и, соответственно, сколько стоит весь подарочный вариант. Цены я формирую таким образом, что цену самих продуктов, которые находятся в коробке, я обязательно, как бы, считаю. А там уже смотрю по стоимости. Если стоимость, ну, не очень, там, как бы, дешевая, да, то коробку я чуть ли не дарю. Вот этот вот деревянный ящичек. Если это так себе по стоимости, как бы, ну, там, до тысячи гривен, к примеру, то за коробку я тоже беру деньги. Ну, и, собственно, таким образом формирую какую-то примерную стоимость набора, чтобы всем было классно. Их можно, ну, примерно 750-800 гривен, можно уже сделать такой подарочек, вот, можно его сделать и там, и за полторы тысячи. Все зависит от того, что мы туда кладем. Это, кстати, классный бальзам для бороды, английский. У меня такого никогда не было раньше, сейчас я все это закупил для того, чтобы, ну, люди получали качественный, классный продукт. Тут тоже маслица для бороды, фокус потерялся. Вот, маслица для бороды офигенная. Ну, и согласитесь, такие штуки, ну, получать всегда приятно. В этом году решил дополнить комплекты и с чаем, и с косметикой. Вот такими вот классными постилками немецкими. Они используются летчиками, используются дальнобойщиками, людьми, которые работают в темное время суток. Здесь в составе есть гуарана, такой энергетик, растение энергетик, который... Там такие есть постилки, сейчас я вам, кстати, даже сразу покажу. Ой, я не знаю, интересен такой формат или нет. Вот у меня в кармане, кстати, есть распечатанные такие постилочки. Вот, и достаточно там двух постилок на два часа, и они вас бодьорят. Так сказать, вы становитесь бодрыми, вы не хотите спать, ну, и у вас есть какой-то прилив энергии. Вот, такие штучки, кстати, у меня можно купить как отдельно, так и вот в комплектации подарков. Вот они, кстати, у меня тут тоже лежат. Ну, это я, так знаете, специально для фотографий накидал их в коробку. Кстати, такие коробки большие тоже есть. Тут можно собрать достаточно классный подарочек. Вот, не могу не отметить чайного. Смотрите, какой у меня появился. Он я уже выложил в Инстаграм. Я думаю, на момент выхода данной программы его уже купят. Но, если что, можно будет заказать еще такой деревянный чайный дух, который может, говорят, на меня похож, который может жить на вашей чабане. Не знаю, насколько интересен такой формат выпуска. Вы, если что, мне потом в комментариях напишите, да или нет. Привет, я время от времени делаю такие выпуски в сторис Инстаграм. Вот, но сегодня хочу вот поделиться с вами. Такой сегодня не сиджу-пиджу, а ходжу-пиджу. Типа хожу-пиджу. А вот, что хотел еще сказать. Мне вот эти все штуки, да, вот то, что я сейчас показал. Ну, они мне очень нравятся в том плане, то, что, ну, мне интересно самому путешествовать. Мне интересно какие-то поездки, какие-то житье в палатке, да, там, ехать на машине, где-то там ночевать. Ну, и чтобы тебя окружали какие-то интересные, винтажные, либо просто прикольные штуки, которые как-то связаны там с выживанием, либо с какой-то американской культурой. Ну, вот что-то там, может быть, с милитари-движухой. Вот, и, соответственно, например, такие постилки, может быть, они сильно вам даже и не помогут в том плане, что там вы там, оп, выпили, и там прям бодрость, прям полные штаны. Но в то же время держать в кармане такую штуку, ну, достаточно приятно. Самому там закинуться, да, какого-то друга угостить, либо подругу, и это необычно. И людям, блин, ну, знаете, это какой-то, знаете, такой, типа, брутальный чувак, хоп, у него там на кармане какая-то штука. Это касается и твердых одеколонов, и какого-то интересного шоколада, и леденцов-алтоец, и чая. Чая вот в такой, например, упаковке, как, там, одесский черный, да, плиточки, хоп, отломал кому-то плиточку. А давай, дружище, чайку попьем. Блин, ну, это же классно. Это классно, это интересно, это жизнь, наша жизнь состоит из эмоций, из впечатлений, ну, и, соответственно, хочется наслаждаться, и мне хочется дарить эмоции. Вот, я стараюсь не навариваться на том, что я делаю, а просто вот, ну, просто, как бы, показывать вам свое видение того, каким, ну, должен быть подарок, наверное, да, там, какой товар или, там, ну, какой предмет может удивить вашего близкого человека. Ну, чтобы это не было какой-то обычной банальщиной, чтобы это не было какой-то, ну, такой, знаете, обыденностью, там, на тебе крем-арка, носки и какую-нибудь, блядь, зубную щетку. Ну, хочется же чего-то интересного. Продолжаем, переворачиваем камеру. Опа. Сумки, сумки Hardride Westback, они офигенные, они не выходят из строя вообще никогда, кто на меня давно подписан, кто как-то покупал, или, там, кто знает этот бренд, знает, что вторую сумку ты покупаешь только тогда, когда тебе надоедает цвет первый. Ну, для того, чтобы эта сумка сносилась, порвалась или вышла из строя, ну, я не знаю, что надо делать. Каждая сумочка укомплектована таким вот стикером. Стикеры, кстати, тоже классные, их клеят на машины, на велики, на мотоциклы, они всепогодноустойчивые и так далее. Цены, говорить не буду, лучше обращайтесь, либо смотрите у меня на сайте, в Инстаграме, все это есть. Офигенные расцветки, вот, ребята были завалены заказами, у них там что-то сначала не хватало швей, или швейников, как это правильно называется, мастеров, и был небольшой провал, ну, вот у меня в сотрудничестве с ними, у меня не было сумок. Вот, они сейчас наладились, я сделал заказ, и сумочки пришли, блин, мой любимый бордовый, вот. Сегодня только я их получил, вот, соответственно, они есть, и это тоже классный подарок. Такая сумка, блин, знаете, человек будет всегда носить с собой, это очень удобно, в нее влазит там пол-литровая бутылка воды, в нее влазит куча всего. Ну, у меня на канале, я не буду рассказывать, у меня на канале есть два обзора по этим сумкам, поэтому, кому интересно, ссылочку я закидываю. Вот, что касается носков и, там, крема Arca, ну, например, если вы хотите подарить носки, то носки можно подарить, вот, от английского бренда Bluebeard Revenge, который делает классную косметику, и, соответственно, ну, это будет оригинально, интересно, и вообще не банально. Либо носочки от нашего украинского производителя, бренда Swaston, охеренные. Что еще хотелось показать? Хотелось показать вот такой немецкий шоколад, Шока-Кола. Тоже дополняю им подарочки, также можно купить отдельно. Это металлическая банка, в которой вот таких вот квадратиков, я не помню сколько штук, но они вот так вот выложены в два ряда, в два этажа. Я вот дочке приносил, она оказалась, осталась очень довольной. Это вот молочный шоколад, есть еще вот такого плана, черный шоколад. Знаете, ну, шоколада сейчас много всякого разного, да, в любой магазин мы можем зайти и купить какой-то шоколад. Но вот, вот что-то вот такое, ну, наверное, надо поискать. Соответственно, что-то такое, оно и зайдет, когда, знаете, подарите какую-то коробочку, человек открывает, человека ничем не удивишь, он такой, хоп, блядь, шоколад, класс. Вот ее можно носить в кармане, оно такое, в принципе, в большом кармане, да, и угощать друзей. Не надо ничего отламывать, там все разломано, все по таким вот штучкам. Ну, блин, согласитесь, это прикольно. В этом году сделал много шапок, ну, например, для моего бренда достаточно много. Если в прошлом году у меня был вариант вот таких шапочек, и я их делал всего 20 штук на сезон, то в этом году вот этих шапок мы навязали аж 140 штук. И мне кажется, я буду довязывать еще, потому что какие-то цвета уже заканчиваются. Вот они в разных цветовых гаммах, они достаточно плотные, у них классная вязка, они теплые. Ну, и их хорошо покупают, и тоже подарить что-то такое, ну, это кайфово. Много расчесок Аперкат, вот эти расчески, например, Флипкомп, они раскладные, они очень популярные, их покупают у меня всегда. Соответственно, под Новый год их закуплено много, они тоже, я тоже их укомплектовываю в подарки. Много сейчас твердого одеколона от Рюзл. Буду показывать, иногда фокус разъезжается. Бальзамы для бороды от Рюзл в двух вариантах, Рюзловских, и тот, и второй. Ну, это дичайшие, кайфовые бальзамчики. Кто имеет бороду и пробовал косметику от этого бренда, не даст соврать, скажет, что да, это огонь. И бальзамчики от Аперкат Делюкс. Вот этот тюбик тоже, он мне всегда напоминает про путешествия. Я вожу с собой такой. Тут 100 мл бальзама, ну, бальзам, вот этого бальзама нужно достаточно немного для того, чтобы насытить вашу бороду, напитать ее и уложить. А в тюбике его много. И, соответственно, такое, что сказал, непонятно. Ну, я, например, вот такой тюбик использовал за два года, что ли. То есть, он у меня всегда там валяется с собой где-то в рюкзаке, в сумочке. И я его с собой просто таскаю. Везде он со мной в поездках. Это очень удобная штука. Она недорогая для своего качества. И приятный кокосовый запах и так далее. Вот пасты зубные Мервис, например. Почему я их люблю? Потому что это тоже, это классный формат поездок. Это классный формат подарка. Каждый день вы, наверное, такое покупать не будете. Но согласитесь получить в каком-то подарочном наборе вот такую штуку, блин, ну, это прикольно. Кстати, вот крышка. Крышка от коробочки. Она вот так вот заезжает, закрывается и офигенно. Можно еще что-то печать свою поставить, что я делаю на некоторых вариантах. Ну, как бы, если там чай лежит, там еще что-то. Есть вот такие интересные варианты. Это от бренда Прораса сразу упакованный в металлической банке набор по уходу за бородой. Тут шампунь, масло и бальзам. Вот, бальзамы у Прораса тоже кайфовые. Я там вот показывал. Такая была баночка в самом начале, когда я фотографирую. Ну, классно. Очень классно, очень интересно. Видите, вот у меня здесь все там в коробках, в ящичках. Это сейчас еще. Мне делают на заказ еще несколько таких, ну, с десяток, даже больше ящиков скоро приедут. Вот, видите, закуплена эта самая косметика. Менли хромает. Ну, я имею в виду по наличию сейчас есть не все и маловато. Но сейчас, вот, сегодня-завтра мне уже отошлют еще партию. То есть, вот, там, это я показал. Носки, да, все эти там бальзамы. Ну, вообще, вот так вот я живу. Я вот в своем офисе, там, переодеваюсь в тапочки, там, в венсы драные. Вот, сейчас в уличных. Но я хорошо протер ноги, так что вы не переживайте, что я тут напачкаю. Вот сумки Hard Ride. Вот еще, для тех, кто не был у меня в офисе, вообще, я, например, на дверь сделал себе такие, заказал штучки из типа оргстекла, да, или как это называется, пластиковые. Вот, прибомбил их на двусторонний скотч, но тот, который не оставляет после себя следов. Для того, чтобы эти пластины можно было потом снять и перевести, например, в какое-то другое место, если я уеду. И, таким образом, я забиваю их стикерами. Ну, чтобы у меня была какая-то там память, да, стикера я люблю. Куда их клеить? Вот сюда. И типа на двери будет такая, как, знаете, визитные карточки от разных брендов, с которыми я сотрудничаю. Может, кто-то зайдет в гости что-то свое приклеит. Так было вот с этим зеркалом. Просто, всем привет. Просто на этом зеркале уже нет места, в него иногда хочется смотреться. Ну, и, соответственно, вот на двери так. Кстати, раз я уже показал чайники. Да, я люблю чайники, они есть. И это тоже охеренный подарок на Новый год. Кому интересно, опять же, обращайтесь. Все это сделаем, придумываем. Косовские плитки. Кстати, косовские плитки, вот эти вот роспись, она входит в ЮНЕСКО. Тут вот есть росписи самих мастеров. Это тоже все можно приобрести. Мы можем укомплектовать подарок, как вам угодно. Заметили, что выпуск Ходжу Пиджу плавно переходит в рекламу подарков. Ну, я не хотел, честно-честно. Я, ну, просто рассказываю, вот чем занимаюсь я сегодня, например. И как-то так получилось. Ну, видите, цену я вам не называю, поэтому вы сами принимайте решение. Просто относитесь к этому так, чтобы чувак показывает свое хобби и свою работу. Дальше, что я хотел показать. Ну, тут у меня, например, под ногами бутылка с водой, да, там коробки, гамаки. Вот гнездо-гамак. Я их очень люблю. У меня их неплохо покупают. Вот тут они тоже есть. Собственно, тоже может быть офигенным подарком. Переходим вот к стеллажу, стеллажу к вешалке, да, с футболочками. Футболочки тоже, сумочка Hardride здесь такая разноцветная. А я эту расцветку называю карандаши. Видите, тут каждая деталь в своем цвете. Очень офигенная яркая сумка, хорошо поднимает настроение. Это вы, наверное, видели у меня в аккаунтах. Это с Long Sleeve Travel Maker от моего бренда. Футболка Travel Maker от моего бренда. Другой вариант футболки Travel Maker от моего бренда. Футболка Миколаев, как ця, тельки в белом кулере. И футболки Adventure Weight скоро закончатся уже. Ну, в общем, футболки, футболки, футболки. Пара оранжевых худи осталось. Больше такие шить не собираюсь. Если интересно, пишите. Что есть придумаем. Вот, и тут уже у меня посуда. Так как у меня больше интернет-магазин, чем такая лавка, то у меня с витринами не всегда все в порядке. Иногда все вот так вот набросано. Тут главное, чтобы это все видел я и знал, где что лежит. Для того, чтобы можно было собрать вот в тунах чаечек. Зима, весна, осень. Если не видели, как выглядят туны, то вот таким образом этот чай упакован. Там 10 блинов. Вот. Тут вот уже мы переходим к чаечкам, к чаечкам. Сумочки для транспортировки чайника и пиал. Через эту штуку можно у меня в магазине рассчитываться. Это эквайринг от Monobank. Классная штукенция. Типоды, чай. Типоды. Вот такие штучки есть у меня в Инстаграме. Можете посмотреть, их можно использовать как подставки. Очень классные, интересные. Вот подставки тоже под чай. Так, что-то я пошел уже рассказывать про товар. Короче, на этом стеллаже у меня представлены чай и все, что связано с чаем. Что-то еще лежит в коробках, что-то лежит внизу. Вот, ну, вы видите, тут везде все, что-то где-то еще спрятано. Например, там, вот, вот тут, да, еще куча шапок, там, каких-то футболок, нычек, мешочков и так далее. Вот, как-то так мы живем, как-то так мы работаем, вот, как-то так проводим время. Кому было интересно, ставьте лайк. Кому было неинтересно, лайк не ставьте. Следующий сделаем про чай. Спасибо за внимание. Кому действительно интересна тема подарков, подарочных коробок, какого-то чая. Чай можно точно так же упаковывать и делать классно. Пишите, обращайтесь. Вот, кстати, тоже у меня есть такой типа стенд, на котором фотографии людей, которые у меня здесь фотографировались. Не все, но вот, сколько успел, столько сделал и сколько влезло вот в эту вот досылочку. Все, пейте чай, не болейте. С вами был Любовь Мирборода.